Всем привет, меня зовут Алена, я менеджер по продажам компании Globs. Сегодня я нашла замечательный шоу-рум, который находится не там, где мы привыкли, не на рынках, а стоит отдельно. Это шоу-рум, напрямую находящийся рядом с фабрикой, поэтому здесь дешевле, чем обычно. Итак, давайте посмотрим, какое здесь качество, что они могут предложить, из каких материалов они изготавливают и, конечно же, цены. Поехали! Все сделано в таком модерне, модерн немного минимализма, все довольно просто, приятно, все, что сейчас модно. У них есть как корпусная, так и мягкая мебель. Это две разные фабрики, но обе их. Почему две разные фабрики, но обе их? Вы подумайте, что вот они покупают в другом месте, поэтому корпусная мебель здесь, например, дороже, на самом деле нет. Просто для изготовления корпусной мягкой мебели разрешения и экологические нормы совершенно разные конкретно в этом городе, и в каждом городе они индивидуальны для каждой отрасли, поэтому у них в ближайшем городе рядом с фашанем есть фабрика по изготовлению корпусной мебели, и доставка будет стоить копейки, так что вы конкретно как потребитель не будете ничего платить, это их обязанность все довести на склад сюда. А мягкая мебель, она изготавливается в самом фашане рядом с этим же шоурумом. Цены с доставкой и без доставки до Москвы будут появляться на экранах. Это Томми. Это трехметровый диван, такой буковкой Г. Обычно вся мебель, которая здесь изготавливается, не делается как диван-кровать и тому подобное, именно сидящие места. Вот, я хочу обратить внимание, что они немножечко преобразовали, то есть обычно это немножко другая форма. Видите, как они вот так вот они сделали. Кому-то понравится, кому-то нет, но качество изготовления очень-очень прилично. Это натуральная кожа и вот такие вот мухи, мухи, шмели, я не знаю, консоль либо стол, в зависимости от того, как вы будете использовать. Верхняя сейчас консоль сделана из натурального мрамора, как вы видите, порядка сантиметра, сантиметра, может быть полтора сантиметра, скорее всего. И ножки сделаны из ясеня, из натурального ясеня. Вот как он сделан красиво, очень такого немножечко холодного оттенка. У них также очень большой ряд именно вот такой мебели. Может быть, вы хотите поставить ее в зимний сад, если у вас вдруг дворец какой-то, зимний сад, например, либо же на веранду. У вас есть какое-то пространство, летний дом, загородный дом, все очень хорошо там будет смотреться. Маленькие комодики и прикроватные столики по бокам и астронавты, конечно же. Цена на экранах с доставкой или с таможкой, хочу сказать. Вот так вот сюда можно положить подушку. Вот. Лично мне вот такой вот вариант нравится. Здесь тоже натянута. Я спросила, можно ли это использовать, например, где-нибудь на улице, как уличную мебель. Конкретно это нельзя, потому что она не была обработана, как именно уличная мебель. И, соответственно, вот такой комплект. Они все... Трехместный диван. Трехместный диван. Столик с натуральным мрамором. Тоже все из ясени сделано. Тоже интересная коллекция столиков. Вот такой вот столик. И вот такой вот столик. Они сделаны в идентичном стиле. Цену вы видите на экранах. Это натуральный ясень и железо. Итак, пройдемте дальше. У них привезли новые образцы, которые они сейчас устанавливают, так что немножечко небольшой беспорядок. Это пиво. Этот вариант из натуральной кожи. Мы видели ранее с тканью. Я показываю вам вариант с натуральной кожи, потому что он очень красиво выглядит именно вот в этом красивом интерьере. А! Вот такая тоже банкеточка-подставка под ноги-табуреточка. Тоже сделана из, скажем, шнурочков и нержавеющей стали. Вот это все, нержавеющая сталь. Вот такой интересный выглядит. Немножко похож на кнопочку кресла. Оно немножечко низенькое, так что длинноногим людям, если удобно плюхаться, тогда берите. Если нет, то уже смотрите сами. Трехместный диван в таком итальянском стиле. Не раскладывается. Сделан из ткани. Синий-белый вариант. Вот такие стулья. Мне лично нравится. Это натуральный ясень. Очень красиво сделано. Вот оно все очень хорошая работа и такая очень хорошая подушка. Не слишком жесткая, не слишком мягкая. Сделана как в коже, так и в ткани, чтобы вы посмотрели качество и того и того варианта исполнения. Вот беленький диванчик, похож на пингвинчика. Трехместный, с высокой спинкой. Довольно сам низкий. Лично мне это нравится, потому что у всех высокие диваны и на них совершенно неудобно садиться мне, как человеку невысокому. Вот такой набор из кресла и трехместного дивана. Очень мягенькие. И целый комплект корпусной мебели. Сделаны из МДФ. МДФ очень хорошей плотности. Я специально спрашивала. Оно идет комплектом, соответственно, четыре ящика, три ящика, ТВ-тумба и журнальный столик. Вот, потрясающе, потрясающе, потрясающе. Давайте спросим их. Можно как положить туда подушку, так и кого-то физически мучить. Но, наверное, это хорошо, когда ты в одежде. Если вы решите загорать таком на улице, то, наверное, у вас будет интересный рисунок на спине. Или не только на спине. Что же здесь еще есть? Вот, мы их уже видели. Раз, два, три и четыре. Вот такой я не видела. Давайте поближе посмотрим. Стекло такого красивого теплого оттенка и ясеневые ножки и корпус. Что здесь еще такого есть? Что здесь еще такого есть? О, и вот такие вот небольшие двухместные диванчики. Если вам нужно поставить, например, в студии, либо же в лобби где-нибудь вашего, не знаю, салона красоты, цена будет на экране. Цена конкретно вот за эту ткань. Извините, что серая. Так получилось. Итак, на сегодня все. Спасибо, что посмотрели нас. Пишите отзывы. У нас целая серия видео про модерн, контемпори и арт-деко. Пишите, говорите, что вам понравилось, что вы хотите больше увидеть. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и, конечно же, оставляйте комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.